Добрый вечер, господа друзья, добрый вечер! Я рада вам опять, я рада встрече с вами. Сегодня мы будем заниматься заготовками на зиму. Приближается зима, и значит нам надо что-то приготовить в виде салата, чтобы можно было кушать со вторым блюдом. Или же просто вот так, если что-то захочется, просто взять и покушать. И вот, я вам сегодня предлагаю интереснейший рецепт, он очень вкусный. Хрустящие кабачки в томатном соусе, то есть маринованные, я даже сказала так. Маринованные кабачки в томатном соусе. Будем готовить интересный маринад. Готовится очень легко, ничего страшного там нет. Единственное, что надо будет бланшировать помидоры, снимать шкурку. Снимать шкурку из кабачков. И естественно лук очищать надо будет. Ну а остальное все очень просто. Нарезаем и в полукольца, потом еще наполовинку, то есть четверть кольца. И ничего сложного там нет. Вот, начнем. И что же нам понадобится? Рецепт будет дан под видео. Там вы посмотрите. Я исхожу из того, что у меня около 3 килограммов помидоров и 3 килограмма кабачков. Ну то есть по большому счету 11 вот таких помидоров довольно больших и 3 больших кабачка. Вот как-то так. И 8 луковин. У меня и красные, и белые. Довольно большие. Тогда понадобится еще уксус и масло для обжарки, соль и сахар. Все, больше ничего не надо. Начнем, что нарежем лук в кольца, в полукольца, скажем так, в полукольца. Ну вот, смотрите. Я нарезала четверть кольцами. Теперь я их вот так размельчу, чтобы они отделились, эти кольца. Ну, чтобы они не были в кучку, а вот они так разделились, чтобы. Ну вот, как-то так. Теперь будем заниматься кабачками. Кабачки я разрезаю вот так наполовину, еще наполовину. И смотрю, есть тут семена или нет. Если они, если они маленькие, ну я особенно не заморачиваюсь. Ну, немножко я его вынимаю. Так, но не особенно. Так. Добавляю на полукольца. Вот так. Ну вот, смотрите. Вот так нарезала кабачки. Вот столько получилось. Следующий этап у нас обжарка. Обжарка кабачков. И обжарка лука. Кабачки я буду обжаривать на сковороде. Лук я буду обжаривать прямо в кастрюле. И кабачки и лук мы обжариваем, пока они получаются такие полупрозрачные. Кабачки я буду обжаривать в два приема. Поскольку у меня все не вместится. И еще я поставлю вариться в воду. Вот. Потому что нам надо будет бланшировать помидоры. Снимать в кожуру. И это мы будем делать в горячей воде. Сперед в горячей, потом в холодную. И снимать кожуру. А тем временем я надрезаю помидоры. Вот так крестом. Вот так. Это 3 сантиметра с каждой стороны. Вот такой крестик делаю. В задней части. А здесь я вынимаю вот эту зеленую часть. Вот. Вот так я все помидоры надрезаю. Не обрезаю. Ну вот, господа, друзья, смотрите. Лук стал уже таким... Ну, прозрачным. Он прозрачный. Я его буду снимать. Он такой уже мягенький, прозрачный. Все. Я его снимаю. И переставляю котелок сюда. Этот котелок у нас уже разогрелся. Он горячая вода, кипяток. И я туда опускаю на одну минуту помидоры. На одну минуту. Все мне, наверное, не поместятся. Два захода. Два захода. И я уже подготовила холодную воду. Где я их буду опускать после того, как я их отсюда выну. Вот. Минута прошла. Я вынимаю и ставлю их в холодную воду сразу. Вот здесь у меня холодная вода. Я сразу вынимаю и опускаю туда. Это называется бланшировка. Очень хорошо, если есть ледовая вода. Если там еще можно ледовые кубики опустить. Я просто забыла эти кубики сделать. Ну, ничего страшного. И опускаю следующую порцию сюда. Тоже минуту ставлю. Ну, вот. И этот бирток тоже я его вынимаю. И в холодную воду пускаю. Ну, вот. Ну, вот и кабачки стали такие, ну, прозрачные. Да? В принципе, их уже можно снимать. Я просто сняла кабачки, положила их в мисочку. Сейчас буду обжаривать вторую порцию. Ну, вот. И теперь я беру помидорчик, снимаю кожу. Оно вот так снимается. Ну, вот. Получился такой помидор без кожи. И я его отправляю в блендер. Сейчас я положила помидоры в блендер. Я его закрываю. Ну, вот. И этот сок я выливаю в кастрюлю. И вот так все помидоры через блендер. Ну, вот так, господа. И вот то, что мы вот сейчас этот сок из блендера, да, вот этот. Мы его сейчас будем варить. Будем варить. Вот. Видите, какой сок получился красивый. Вот. Класс. Вот это сейчас мы будем варить. Ну, вот, господа, друзья, начинает пузырьки метать. И это значит, что он уже сварился. Мы можем добавлять сахар. Мне здесь 8 столовых ложек сахара. 2 столовые ложки соли. Его надо варить, пока он весь, ну, сахар растает. Нельзя, чтобы остались там какие-то. Ну, вот. И добавляем уксус. Мне здесь 12 столовых ложек уксуса. И доводим это все до кипения. Ну, вот. Можно сказать, что мы его уже сварили. Смотрите, он готов. Он уже варится. Я его снимаю. Ну, вот. И сейчас самая ответственная работа. Берем кабачки. Ложим в баночку. Работа в 4-5 баночек положим. Сначала. Потом ложим лук. Вот так, на глаз. И заливаем маринадом. Горячим. Вот один ковщик маринада. Так. Еще. Кабачки. 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 Тут побольше. Кабачки. 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 Опять заливаем. А, лук. 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 Забыла лук. Побольше. И заливаем опять маринадом. И тем временем ставим сразу в рецепт. Вариться в воду. В другую кастрюлю. Там, где мы будем пастеризовать. И по 3 баночки я буду пастеризовать. Вот, господа, друзья. Мне остался маринад. Хочется аж плакать. Поэтому я на быструю руку сделаю еще огурцы. В том же маринаде. Вот у меня здесь базилик свежий есть. Дома нашла. И здесь сушеная петрушка и сушеный укроп. У меня свежего нету, потому что я не планировала делать сегодня огурцы. Ну, как есть, так есть. Вот я на быструю руку простеризовала баночки. И подогрею еще вот маринад на огне. И положу, вот, в каждой баночке положу базилик. Сушеную петрушку с укропом. Вброшу перчики. 1, 2, 3, 4 в каждую. 4 перчика. И туда вот огурчики. Я не знаю, что мне здесь получится. Но на скорую руку, я думаю, хватит. Я завтра ухожу в больницу. У меня дома не будет. Дома будут мои домашние. Ну, вот, пусть они хозяйничают. Вот я подогрела маринад. Залью огурчики. Вот, я их тоже буду пастеризовать. Зато ушел весь маринад. Мне было так жалко его... Мне было так жалко его просто выливать, что я сделала на быструю руку огурчики. Ну, я не знаю, как они будут долго стоять, но они будут... Надо будет их кушать в первую очередь, я так думаю. Они будут такие малосоленые. Ну вот, господа, друзья, смотрите, что у меня получилось. Вот эти баночки, эти светлые, вот эти все, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь баночек, у меня с кабачки в томатном соусе, вот это эти. А вот эти две, вот темненькие, тут на донышке у меня базилик, укроп и петрушка. Тут у меня огурцы. Я на быструю руку сшинковала где-то пять, по-моему, длинных огурцов, потому что мне остался маринад. Остался маринад, и мне было жалко его выливать, и я сделала, ну, попробовала сделать огурцы. Ну вот, господа, друзья, я закончила. Вот мои баночки все. Я пробовать не могу, хотя мне осталось вот половину баночки, я бы могла попробовать. Но они еще, во-первых, они не впитались, да, им же надо как-то впитаться этому маринаду. Это во-первых. А во-вторых, завтра я ухожу в больницу, мне завтра операция, 7 часов утра, и я не могу кушать. Я могу только пить. Значит, я это пробовать даже и не могу. Вот, так что, так что, ну, когда я буду открывать какую-то баночку, я, наверное, засниму и расскажу, как они на вкус. Но я знаю, как они на вкус, я же их уже пробовала. Они очень вкусные, вот поверьте. Они очень вкусные, необычные. И когда приходят гости, и вот это ставится на стол, это улетает вот только так. Они действительно очень вкусные. Это как, ну, варенье для мяса, да, или как закуска для мяса, да, такие маринованные кабачки, они очень-очень вкусные. Ну вот, про огурцы я не знаю. Я огурцы на бум сделала, да, ну, что там получится, не знаю. Я говорю, у меня даже укропа не было. Не было укропа, не было петрушки, ничего. Я заложила сушеные, так что я думаю, что наверняка они долго не простоят. Но у меня дома сын кушает очень много, так что улетают только так. Ну вот так, господа, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. До новых встреч. А-да, а-да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok